Быть председателем правления товарищества собственников – значит быть хозяином. Разбираться во всем, успевать везде и всюду – это понимает Ольга Синчука. Потому к новому осенне-зимнему сезону начинают готовиться практически сразу же после завершения прошедшего отопительного периода. Ведь жильцы дома на Морозово-25, впрочем, как и все мы, хотят бесперебойной подачи и тепла, и газа, и электричества. А потому здесь все работы проведены заранее. Паспорт готовности уже в наличии. Соблюдаем мы все правила. Правила пожарной безопасности, правила охраны труда. У нас есть руководство на стенде эксплуатации, которого мы придерживаемся. Там четко все прописано, вплоть с бирочками, с номерками, со всем. И все это выполняем вовремя. Не очень легко это делается. Бывают и проблемы, бывают и жалобы, все бывает. Мы стараемся все вовремя рассматривать, решать все вопросы, которые поступают к нам. И на выходе результат. Паспорт готовности получили и жильцы дома на Махновича-21. Здесь также у руля женщина. А потому порядок во всем. Главное – комфорт и безопасность проживания жильцов. Инспекторы Энергогазинспекции, теплотехнической группы Брестского межрайонного отделения филиала Госэнергогазнадзора по Брестской области при проверке обращают внимание на многие факторы. На проведение планового ремонта теплотехнического оборудования, поверку манометров и теплощетчиков, на промывку и гидравлические испытания систем теплоснабжения и не только. Мы в первую очередь обращаем внимание на то, что соответствие схем, на изоляцию всего теплого пункта, трубопровода, соответственно, теплообменников, чтобы не было высокой температуры, чтобы не было теплопотерь у нас. Далее смотрим на соответствие поверенные приборы, термометры, манометры, чтобы это все обновлялось, чтобы работающий персонал мог отслеживать температуру, давление теплоносителя в случае повышения, либо каких-то порывов. Они могли отследить и сразу быстро среагировать по обстоятельствам. Вопросов к товариществу собственников Махновича 21 нет, а потому и паспорт готовности уже получен. Замечаний не было, все было хорошо, поэтому мы готовы допустить этот дом в эксплуатацию. Не запрыгивают последний вагон и ответственные специалисты общества с ограниченной ответственностью «Бугенком». Все большое хозяйство этого предприятия готово к осенне-зимнему периоду. Котельные комплектованы современным оборудованием, которое работает в режиме безопасности. Помимо этого, осуществляется постоянный контроль со стороны работников за его исправностью. Сантехник, инженер КИП проходят практически каждый день, за исключением выходных дней, проходят, осматривают все. Где-то какие-то, если бывает много, где-то изоляция отстает, подклеиваем, естественно. Ремонтируем, все готово к отопительному сезону. Вот в понедельник едем сдавать документы все это и будем получать паспорт. В Бресте 1332 потребителя тепловой энергии и 280 теплоисточников. Хозяйство весьма большое. Все они должны перед началом осенне-зимнего периода получить паспорта готовности, так сказать, быть в полной боевой. В Брестском межрайонном отделении филиала Госэнергогазнадзора по Брестской области по состоянию на 12 августа 2021 года этот документ, паспорт готовности, зарегистрировали только 250 потребителей тепловой энергии и 33 теплоисточника. А время пик не за горами. До 30 сентября нужно пройти проверку готовности и сдать документы. И нужно учесть тот факт, что пакет документации достаточно серьезный. Прежде чем обратиться в энергогазнадзор, они должны подготовить перечень технической документации. К заявлению они его должны обязательно приложить. То есть это их же мероприятия по подготовке к зиме, их же приказы. Приказы на ответственных лиц, которые есть по тепловому и электрическому хозяйству. Аттестация этих людей, персонал, чтобы был подготовленный в организации и аттестованный. Акты промывок, опрессовок, систем теплопотребления. Каждый. Это проводится ежегодно, эта процедура. Они должны предоставить акты разграничения с энергоснабжающей организацией, перечни объектов, сколько у них есть в наличии. И вот с этим перечнем они дают заявление и зарегистрируются в приемной. Воспользуйтесь идеальной формулой. Поставьте цель, дисциплинируйтесь по времени, получите результат и все успеете сделать качественно и в срок.